так и хочется сказать доброе утро мои родные люди ну тебе сережка придется набраться терпения и хочешь так видео снимать давай заново доброе утро мои родные люди с вами ухты кухня сегодня у нас интересное видео из того что есть в холодильнике я думаю в каждом холодильнике найдутся какие-то остатки гречка с вчерашнего завтрака перловка с обеда есть несколько яиц в друзья даже кабачок у меня уже начатый ну что начнем будет вкусный завтрак кабачок нужно натереть лучше это сделать на терку для моркови по-корейски он тогда будет кусочками будет чувствоваться и разрез красивый кабачок присаливаю так щедро щедро перемешиваю и отставляю в сторонку пусть пустит сок а я в это время займусь другими ингредиентами в миске смешаю гречневую кашу сюда же перловку уже вкусно друзья но мало нам сережкой разобью штучки 4 яйца вот это плотный завтрак нет сережка он будет легкий и в то же время сытный здесь у нас все по красоте сложные углеводы белки овощи укроп у меня из морозилки добавлю сушеного чесночка конечно же черный молотый перчик и какой-то зелени еще добавлю друзья у меня это будет зеленый лук нарезаю выкладываю каши немножко присаливаю и перемешиваю вот какая воздушная смесь получается да прям сразу увеличивается в объеме посмотрите вообще шикарно сережка ну утром я не хочу ну все кабачок отжимаем сок и выкладываю к яичной смеси снова перемешиваю смесь готова друзья вот такая вот будет у нас красивая яркая запеканка я думаю можно ее так назвать ну что сковородку на огонь немного растительного масла примерно чайная ложка сюда же друзья добавлю граммов 10 сливочного масла все хорошо разотру кисточкой и стеночки смесь немножко взбодрю и вылью на сковороду она очень ароматная яркая и красивая лопаткой поправляю и немножко даже прижимаю важно плотно накрыть крышкой сделать небольшой нагрев на моей газовой плите это будет вот так вот друзья все 10 минут тру если это можно натереть остатки сюда сладкий тогда остался краешек никто не хочет его есть но не выбрасывать же хозяйстве ничего не должно пропадать а внутри какая нежная стружка получилось класс ну что друзья прошло 10 минут открываю и вижу что краешки у меня уже стали матовые значит можно переворачивать для меня удобнее всего это делать крышкой меньшего диаметра беру накрываю сместись на стол если вдруг что на столе будет посмотрите какая красота да пахнет очень вкусно и снова выкладываю его в сковородку сверху можно притрусить сыром есть есть нету тоже будет вкусно накрываю крышкой допекаю еще 10 минут еще через 10 минут друзья выключаю нагрев и даю запеканки отдохнуть ну две-три минутки ну что давай уже есть будем опа посмотрите какая красота ну правда ведь красиво сыр можно не посыпать его не видно ой такая нежная прям нежная нежная сейчас друзья вам покажу что здесь серединке посмотрите какая сочная получается запекалочка класс здесь полезно все и кашка и овощи и белок я люблю такие вещи друзья со сметаной так вкусно пахнет ну что берем кусочек и в рот я просто знаю что это очень вкусно мы часто делаем такие завтраки ставьте лайки друзья за такую простую вкусную идею я завтракать всем приятного аппетита класс еще помидорку нарежем